Терпение у обманутых дольщиков жилищного комплекса западные ворота столицы кончилось давно. Некоторые доведены до отчаяния. Эта история длится уже 14 лет. Сменяются инвесторы, но средств на завершение строительства по-прежнему не хватает. Около тысячи семей продолжают ждать обещанного жилья. Объект растаскивается, ничего не происходит. И мы, главное, не можем понять. Может быть, власти решили оставить НБР на объекте. Если они не решили, его решили не оставить. Почему там продолжается строительство? У нас сейчас, перед тем, как задавать какие-то предметные вопросы, мы хотели бы понять для себя и все дольщики, не только мы здесь присутствующие, остальные не могут понять, что происходит на объекте. Андрей Иванов ответил, что ни корпорация, Союз Возрождения, ни НБР на бирже не останутся. До 15 апреля строительство должно было возобновиться в полном объеме. Однако этого не случилось. Тогда, по решению Совета депутатов, долгострой был присвоен статус проблемного. За 14 лет это уже не первый случай, когда застройщик саботирует взятые на себя обязательства. Однако от добровольной передачи объекта компания отказывается. Районным властям не остается ничего иного, кроме как идти на крайние меры. Мы со стороны администрации, то, что обещали, сделали. Мы подали исковые заявления на расторжение инвестиционного контракта, договоров аренды земли. Вчера, после всех отмен, было все-таки возбуждено уголовное дело в отношении Бабеля. И я так понимаю, что в ближайшие дни еще будет два уголовных дела, тоже по 159 статье, часть 4. Пока строительство жилого комплекса не завершится, совещания и встречи по этой проблеме будут продолжаться. Чтобы закончить строительную часть по разным корпусам, нужно от трех месяцев до полутора лет. Но самое сложное – это юридически оформить саму возможность завершения строительства объекта. Пока идут судебные тяжбы и ведется поиск новых инвесторов, людям остается ждать. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.